По понедельникам и вторникам, в полдень, на Радио Болтком. Вместе с приглашенными гостями, лидерами общественного мнения латвийского общества, знаменитостями, авторитетами, представителями самых разных сфер обслуживания, самые злободневные темы страны и мира со всех сторон. Разворот. Участие слушателей обязательно. Звоните в прямой эфир, задавайте интересующие вас вопросы на Facebook и WhatsApp. Дискутируем, обсуждаем, делаем выводы. Разворот. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разворот». Сегодня проведу я, Артем Липин, за звукорежиссерским пультом Евгений Копеев. И сегодня с нами на прямой связи бывший футболист сборной Латвии, теперь видеоблогер Юрий Жигаев. Здравствуйте. Добрый день, добрый. Напомню, телефоны прямого эфира 67-212-93-9, 67-213-93-9, или задавайте свои вопросы по WhatsApp-у 2-3-0-6-1-9-1. Ну, начать хотелось бы такое, наверное, с самой актуальной, наверное, футбольной новости, потому что буквально вчера прошла жеребьевка пар Лиги Чемпионов, Лиги Европы. Следили ли вы за этим? Есть какая-то, может быть, пара, которая наиболее вас интересует и привлекает? Ну, одним глазом, если честно, не следил, потому что было много чем заняться, так скажем. Сегодня у нас на Ютубе в 9 часов подведения итогов латвийского сезона по футболу, и много-много работы было. Но видел Барселону по СЖ, если я не ошибаюсь. Да-да. Неймар против Месси. Видел пары, но вот кроме этой, наверное, больше ничего так в глаза. Ну, она кажется такой самой статусной. Конечно, есть еще условный Челоси и Атлетика Мадрид, но все-таки, наверное, Барселона с СЖ. Будет интересно посмотреть на то, как они вернутся. Ну да, давайте тогда... Продолжая про Лигу Чемпионов, на самом деле, просто хотелось бы услышать ваше мнение. Уже второй год подряд наша Рига-ФЦ, она практически в шаге вдвух остается от того, чтобы выйти в групповой этап, что для латвийского футбола было бы, конечно, таким знаковым событием. Как вам кажется, можем ли мы надеяться, что в следующем, после следующем году все-таки это случится? Надеяться, конечно, можно. Во-первых, поменяется со следующего года формат, появится новый Еврокубок, если я не ошибаюсь, Лига Наций. Лига Конференции как-то так. Лига Конференции, правильно, Лига Наций, сборная. Ну вот это такой третьего сорта, можно сказать, если Лига Чемпионов это первое, второе это Лига Европы и вот третий. То туда, я думаю, совсем реально, но понятно, что Рига-ФЦ не об этом мечтает. А то, что туда два года чуть-чуть не хватает, но это я много раз говорил. Это чуть-чуть в футболе, это очень много. И как бы каждый год так не может или вести, или не вести, потому что если посмотреть, поанализировать соперников, в этом году, конечно, не повезло. Селтик это все-таки большое, большое имя в европейском футболе. А позапрошлый год, прошлый год, то есть там наоборот, так повезло чуть-чуть с жеребьевкой и в конце чуть-чуть не хватило. Но, повторяюсь, это чуть-чуть в футболе очень много. И сам знаю, сам был в этой роли 10 лет назад. Очень должны совпасть много факторов. И команда должна быть готова на тот момент. И удача в жеребьевке очень многое, что значит. Если посмотреть, как Венспилс попал в группу Лиги Европы, так там на каждой стадии нам попадался самый слабый, ну, по статусу, по коэффициентам, самый слабый соперник. Поэтому очень надеюсь и желаю не только Риги, всем остальным клубам, потому что это на самом деле очень важно. Ну вот если, да, тогда переходить уже на латвийский уровень, видно, что Рига, в целом, он нагло выше всех остальных своих соперников. И это и по результатам видно, на третий год подряд чемпионы и как бы по ростеру. Нет даже, несмотря там, если можно смотреть по очкам, вроде как, недалеко находится вот в этом году РФС на три всего очка отстал от Риги ФЦ. Но по большому счету как-то кажется, что вот есть такой дегемон. Это для них, вот для Риги ФЦ, это скорее в плюс или в минус? Потому что может появиться такое ощущение, что нет конкуренции, можно расслабиться. Я думаю, что это не плюс и не минус. Во-первых, я с этим не согласен. Они не выше на голову всех. Даже если посмотреть, если следите за чемпионатом с тем же Тукумсом, да, там может быть результаты и большие 3-4-0. Но эти игры не давались легко. И в этот год вообще был такой, я думаю, первый раз. С каждым годом он становится все ровнее и ровнее. И гегемоном называть можно, ну, не знаю, с конь-то был гегемоном, когда, в принципе, конкуренция очень маленькая была во внутреннем чемпионате. А сейчас у нас есть РВФС, есть Лепая, тоже с хорошими финансами. Есть по традиции сильный клуб Венспилс, который всегда претендует на самые высокие места. Тот же Спартак с российскими инвесторами. Поэтому 5-6 команд, которые борются за Еврокубки, да, за чемпионство, наверное, тяжело бороться с Ригой и РФС, но гегемоном, наверное, я бы не называл. Ну, ну, хотя, да, вот если смотреть по очкам, да, Рига ФЦ 69 очков, РФС 66, но потом третье место в Ауме сразу 47. То есть на 20 очков разница, ну, это все-таки говорит о чем-то. Это фактически... Да, да, мы это уже много раз обсуждали. Это фантастический результат. В принципе, если мы не берем последние две игры, где у Риги ФЦ были большие проблемы в связи с COVID-19, там игроков не могли набрать, они проиграли РФС и не явились на игру с Венсполсом в последнем туре, то у них на тот момент до этих двух игр было 25 игр, 23 победы. Это феноменально. Это в любом чемпионате это космос просто. и тот же РФС. Они набрали, если я не ошибаюсь, 66, вы сказали, 66. В любой год до этого этого хватило бы для чемпионства. То есть, ну, космический результат очень стабильно играли. Даже те игры, где как бы у Риги не получалось, они все равно выиграли. Это признак хорошей команды, уже сыгранной. Они много, там, понятно, много новичков, но был костяк, который, к сожалению, вот это тоже, если мы говорим про следующий год, про Еврокубки, настораживает. Ушли, в принципе, три лидера таких, Прэнга, Стуглис и Панич, которые, ну, были таким не только на поле, но, я думаю, и за полем лидерами. И сейчас придется искать замену им. это космический результат, но мы не можем говорить, что это плохо или хорошо. Это, в принципе, только, наверное, в Англии есть чемпионат, где там 6-7 команд бьются за... И то бывает, когда там Сити набирает 100 очков, правильно? В Испании два клуба всю жизнь было. Сейчас, да, в связи с вирусом много неожиданностей, и этот уровень чуть-чуть выровнялся. Говорите, если про следующий год, у Риги ФЦ у них не только же игроки ушли, у них и тренер поменялся, потому что Олег Кононов в последние матчи перестал уже и уехал по определенным обстоятельствам в Россию, и уже, я так понимаю, что в новом году будет новый тренер заново готовить. Но это для Риги не новость. Мы сейчас приняли, да. Михаил Конев, который всегда есть на месте, который, в принципе, всегда ассистенты помогают и выигрывают или проигрывают, но я думаю, Михаил Конев это такой тренер, который не только ассистент, который там много что решает. И понятно, в то же время, что они будут искать нового тренера, навряд ли они доверятся Михаилу Коневу, хотя он уже третий год подряд. Каждый сезон какой-то момент становится главным тренером. Ну да, это у него уже шестой приход, и каждый раз он исполняющий обязанности почему-то, и как-то вот не хотят они его оставлять. Очень много смен. Вот если посмотреть на клубный уровень, вроде так кажется, что латвийский футбол, страшно говорить, на подъеме, но по крайней мере неплохой уровень, учитывая тот рейтинг, на котором мы находимся, там по европейским меркам, то есть на клубном уровне мы в принципе можем говорить, что у нас достаточно все в порядке, и достаточно неплохие игроки к нам ездят, и вот даже потом уезжают от нас в Италию, например, как этот известный трансфер. Можно ли говорить в целом, вот вы находясь уже там внутри, что действительно клубный футбол Латвии, он на хорошем уровне, на хорошем счету? Сто процентов, и тоже много раз говорил, я считаю, что наша Верслига, это... кто-то даже говорит, что на первом месте в Балтии среди спортивных лиг, но все-таки, наверное, поставил бы выше чуть-чуть Литовскую баскетбольную лигу, и тут только, не только там по, не знаю, по качеству игроков или по всему, по маркетингу, по маркетингу большую работу проделывает Верслига и Федерация. Конечно, никто не будет спорить с тем, что многое в наше время в профессиональном спорте означают и деньги, и у нас к счастью или к сожалению, я не знаю, но так есть, много инвесторов из-за границы, которые видят, что здесь можно попасть в Еврокубки, что здесь можно прокрутить, скажем так, показать, засветить игроков и заработать. Футбол все-таки это, наверное, единственный вид спорта, где вот именно такие есть трансферы, где можно что-то, вложенные средства как-то вернуть назад, и вы говорите про Италию, это, наверное, про Шарпентье, спорткарта, но вот Толоро Кадар, Эсвалмир, Нигерийц, тоже там за, я не знаю, конкретные суммы, но перешел в клуб Бундеслиги Кёйн, тот же нападающий Ченон Суафорс РФ США перешел в МЛС, американская лига футбола, которая тоже растет там очень быстро, за тоже приличную сумму около миллиона, поэтому я думаю, что понятно, что не хватает самое большое это зрителей, а зрителей не хватает и мое мнение только из-за стадионов, потому что как только есть контакт, как только Рига играет с РФ США, сразу там свои две с половиной, три тысячи приходят или те же матчи Риги в Еврокубках это доказывают, я думаю, что не хватает инфраструктуры, но тут тоже я слышал клубы, как бы планы есть, там уже что-то даже показывают, Рига строит и базу, если не ошибаюсь, где-то там в Пинке и в Межопарке, и РФС, я знаю, что есть план построить свою базу, стадион, поэтому я думаю, что да, футбольная Вирслига в принципе растет с каждым годом и что мне нравится, что это не такой скачок там один какой-то за год, а постепенно, постепенно появляются новые команды, новые люди. Да, у нас программа «Разворот» на связи бывших футболист сборной Латвии, видеоблогер Юрий Жигаев. Вот вы когда говорили про эти трансферы, которые такие самые знаковые, самые такие статусные, сложно не заметить, что это все-таки не латвийские игроки, которые уходят с другие чемпионаты. И мы пару месяцев назад общались с главным тренером сборной Латвии, с Денисом Казакевичем, и он в том числе говорил, что одна из проблем, на его взгляд, это отсутствие мотивации у латвийских футболистов, у молодых в основном, куда-то уезжать и себя пробовать. Вот вы чувствуете такую проблему, что действительно как-то внутри остаемся и не пытаемся как-то выходить на международный уровень именно игроки? Я думаю, что нет такого, что кто-то бы не хотел. И те разговоры, что условно там ты играешь в РФШ и в Риге, получаешь хорошую зарплату. Я не знаю, что люди имеют под словом хорошую. По себе знаю, что всегда хотел уехать за границу, играть. И даже не вопрос денег, а вопрос вот именно этого, что вокруг футбола. Зрители, стадионы, интерес другой. Все-таки мы говорим, что у нас интерес растет, лига растет, но все-таки это нельзя сравнить даже вот именно в этом. Я не про деньги говорю, а вот что вокруг футбола с той же Польши. Поэтому я не думаю, что кто-то не хочет или остается из-за денег. Это я считаю, что это не так. Я думаю, что просто не выдерживают конкуренцию с теми же африканцами, которые ну, наверное, к сожалению, у них не такой там на своей родине уровень жизни. У нас, в принципе, слава Богу, хорошо, а там ребята приезжают голодные, готовы грызть землю, чтобы помогать своим родственникам, чтобы сами хорошо жили. Ну, это, может быть, так звучит пафосно, но я с этим встречался, и я думаю, что это главная причина, что не хватает чуть-чуть вот именно характера, мастерства. Мастерства не хватает, потому что, ну, где-то, наверное, недорабатываем. Ну, то есть проблема в, не знаю, отсутствии школ каких-то? Я думаю, да, я думаю, что, ну, понятно, что сейчас тоже в своих передачах много об этом говорили, это проблема. Все мы видим, что сборная на данный момент очень плохо выглядит, и все-таки мы можем говорить про Верслигу до ночи здесь, но человек, который включает футбол только там пять раз в году, чтобы посмотреть, как играет его сборная, сборная его страны, и видеть то, что сейчас происходит, ну, я очень сомневаюсь, что в следующий раз он захочет включить игру сборной Латвии, поэтому об этом надо говорить, и мы много говорили в своих передачах, и, в принципе, мы пришли к выводу, что конкуренция в Латвии именно у нас внутри среди других видов спорта увеличилась даже с тем временем, когда, допустим, я занимался. Тогда не было ни флорболов, ну, условно, я говорю, видов спорта, выбор у родителей, у детей громадный просто, и плюс успехи тех же баскетболистов, порзингис и компаний, я думаю, что родители это все видят, смотрят, если будет выбирать, если парень хорошего роста, условно, ну, я не знаю, почему ему надо выбрать футбол, вот эта задача футбола показать, заманить, конкуренция становится жестче внутри Латвии, и это влияет, по крайней мере, на количество детей, которых занимаются футболом, хотя все равно футбол на первом месте, ну, вот именно дети-юноши в Латвии, но плюс, наверное, у нас поменялась система, вот был у вас тренер Данис Казакевич, который как раз таки этим занимался, находясь на посту спортивного директора, у нас система академий появилась лет шесть назад, или пять, я точно не знаю, и вот все, ждем, когда, когда, когда пойдут, как говорится, результаты этих академий, но просто, опять-таки, тот же самый господин Казакевич, он говорил, что есть, когда игроки играют на молодом уровне, вот его цитата, что смотрим на игроков 99-го года рождения, они уступили и в группе только англичанам, всех остальных они обыграли, заняли второе место, но при этом, то есть, он делает этот год рождения, 21 год им, 20-21, они не уходят, не играют в европейские команды, а в латвистих командах их далеко не всегда пускают в основной состав, потому что все-таки борются за результат, и как-то вот получается, что молодые игроки, им негде себя проявить, они в сборных короли, а потом приходят и на постоянной основе не играют. Я считаю, что, ну тут ничего, ты не можешь придумать искусственно кого-то куда-то продвинуть, есть конкуренция, если условно 20-летний футболист не попадает в состав наших лучших клубов, там, пяти условных Риги, РФС, Спартака, Венспилса и так далее, то о какой за границей мы можем говорить? Ну, как бы, если только ты уезжаешь за границу, там, в 15-16 лет, проходишь там всю академию, тебя там знают, играешь за вторую команду, но таких примеров у нас нет, все, кто уезжает. Когда вообще попасть в состав, если там, ну, например, тебе 20 лет, и ты не можешь быть лучше, чем игрок, который в основе уже выступает несколько лет, ему там 26-27, и ты под ним просидишь на лавке следующие лет пять. Как прогрессировать? Далеко не все тренеры рискуют. Во всем мире же эта же проблема такая же, мы же не единственные, правильно? Но ты должен своим талантом, своей работой, понятно, что многое зависит от тренеров, но, как бы, тренер не враг себе, если он видит, что 20-летний парень примерно на таком же уровне, как там, лидер команды, он даст ему время сначала 20 минут, шанс использовал, дальше, это уже взрослый футбол, тут никто не нянчается, и я не верю, что можно искусственно давать там время кому-то, и от этого будет польза самому футболисту, он будет думать, что у него всю жизнь так будет. Это раз. А второе у нас все-таки при этом есть пять команд, которые там борются за результат, но также есть пять команд внизу, таблицы, которых, как бы, нет таких финансовых условий, задачи чуть-чуть поскромнее, там играют полно наших ребят, но докажи, отыграй этот год, забей 10 голов, дальше будет шанс у тебя, 100%, потому что, ну, как бы, так всегда было, и я не вижу другого варианта, что кто-то может поменять. 67-212-93-9, 67-213-93-9, звоните, я видел, что был звонок, но, к сожалению, в середине речи не хотел прерывать, позвоните сейчас, и мы обязательно примем звонок, или напишите по WhatsApp ваш вопрос, 2-3-0-6-1-9-1, а в целом, если смотреть на, если мы немножко отойдем вот от клубного, на сборный уровень, понятное дело, что результаты очень плохие, и, как бы, никаких, давайте, вот, давайте звонок примем, пока он не пропал, а потом вернемся к сборным. Да, здравствуйте. Здравствуйте, вы говорите о конкуренции по республике, а тут же во многих командах я заметил, чернокожих, чернокожих спортсменов, чуть ли не четвертая часть играет, вы эту конкуренцию имеете, так можно с Африки набрать вообще целый чемпионат Латвии. Спасибо, я не очень понял вопрос или претензию, но... Это не вопрос, это, в принципе, об этом много говорят, у нас лимит поменялся, сейчас могут играть 8 человек, не из Латвии, что раньше было 5, и, как бы, про что, наверное, не молодой человек уже, мужчина говорит, что можно набрать, так это частные клубы, в принципе, они могут делать все, что угодно, и если примеры показывают, там, два года назад продавали Свенспелса двух ребят 20-летних, почти за миллион, в Норвегию, Тюрих, то есть, каждого, то... Европейские команды, к сожалению, не смотрят на латвийских юнош, дальше, они думают, как дальше бизнес вести, как продать дальше игрока, и, ну, мы все знаем, когда последний раз сыграл латвийский футболист в серьезной лиге, это, наверное, был пахарь в премьер-лиге, Горкш. Ну, Руднев играл в Бундеслиге. Руднев, ну, то есть, это уже какое-то время назад, и без результатов сборной на латвийских игроков, как товар, ну, я говорю, как товар, это как в смысле бизнес, а не рабство какое-то, к сожалению, сейчас не смотрят, и владельцы клубов ищут таланты в Африке, про то, что я говорил до этого, что они голодные, в таком, злые, наглые, чего нам, к сожалению, как, ну, по-моему, мне не хватает чуть-чуть, поэтому, так и есть. Ну, да, давайте вот к сборной перейдем, потому что, действительно, она всегда является таким лицом, на которое обычно смотрят и такие более казуальные болельщики, и там, какие-то, может быть, журналисты и так далее. Не самый лучший результат, показали в этом году, но при этом у нас и тренер только в этом году поменялся, пришел, господин Казакевич, выступил на пост. Вы смотрите на будущее сборной Латвии по футболу скорее оптимистично, или пока вы не видите каких-то предпосылок к изменениям, к улучшениям? Я очень с большой тревогой смотрю, потому что, ну, по крайней мере, понятно, я вижу там какие-то улучшения, но если мы говорим про эту Лигу нации, но в то же время надо отдавать отчет, кто были наши противники. Это была Мальта, это были Фареры и Андора. А вот сейчас будет отборочный турнир, где будет, могу ошибиться, Турция, Голландия, Норвегия, Гибралтар и Черногория, наверное, даже не ошибся. Да, да, вы абсолютно правильно сказали, да. Да, но это совсем другой уровень, кроме Гибралтара, наверное, которых мы должны обыгрывать в любом состоянии. Хотя про это в любом состоянии говорили и про эту Лигу нации. Да, после ничей с Андорой уже надеяться на победу легким Гибралтаром сложновато. Точно так, правильно вы говорите. Очень хотел бы быть оптимистом, но на данный момент я не вижу причины быть оптимистом. Я очень надеюсь, что тренерский штаб знает, что они делают. Просто у нас до этого, если смотреть по циклам, до этой Лиги нации у нас был отбор на чемпионат Европы, где 9 поражений и последняя какая-то шальная победа, если не ошибаюсь, над Австрией, которой уже ничего не надо было, и мы как-то каким-то образом вдруг победили. То, если сравнивать, то сейчас хотя бы ничьи, и вот одна победа в конце была, и тоже из разных источников говорится о том, что какая-то внутренняя атмосфера в команде, она улучшила, что с предыдущим тренером не было каких-то там взаимоотношений правильных и понятных, то вот Казакевич в этом плане улучшил атмосферу команды, и как он нам говорил в интервью, что у него есть, он понимает, что ему нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию. Ну, было бы странно, если бы он не понимал бы, потому что я, ну, наверное, знаю, почему, по какой причине его назначили, он до этого 6 лет работал Су-21, который, в принципе, сейчас должны быть костяк этой сборной, он должен знать каждого игрока, он знает каждого игрока, он все-таки местный, и про атмосферу я уверен, что это правда, потому что, ну, в любом случае, если человек, вы с человеком говорите на одном языке, даже если вы знаете там условно английский, все равно, ну, приятнее и понятнее, и всякие мелочи, тут нечего обсуждать, вопрос, вопрос, что дальше, да, лучше стало, чем в прошлом цикле, но, опять же, я возвращаюсь к соперникам, и, ну, нельзя сравнивать отборочный турнир, который был с этой Лигой нации, дай бог, чтобы эти результаты, как бы, игры дали такую, не знаю, пищу, да, не дали пищу, но чтобы сделали правильные выводы, и этот отборочный турнир, турнир провели успешнее, чем в прошлом. Если, опять-таки, говорить о том, что клубы делают для того, чтобы помочь сборной, понятное дело, что у клубов нет такой задачи, ну, это не их задача помогать сборной, их задача побеждать самим, самим для себя воспитывать, находить, покупать игроков, продавать их дальше, зарабатывать и так далее, но, в целом, вот есть какой-то диалог между клубами и сборной, вы наблюдаете, или все-таки это абсолютно разные единицы, и это не связанные друг с другом вещи? Я думаю, что, ну, навряд ли, я про это тоже очень много думал, и, как бы, почему, в принципе, пришел к такому ответу вопросу себе, почему, условно, владелец футбольного клуба Риги должен думать о сборной, я сомневаюсь, что Абрамович думает о сборной Англии, ну, если мы так сравниваем, правильно, ну, понятно, что тут, как бы, у меня мысли такие, что это должна делать федерация каким-то образом мотивировать эти клубы, которые, ну, то есть, мотивировать клубы думать не о сборной, а о молодых латвийских футболистах, и, а дальше это уже зависит, наверное, от каждого владельца клуба, тренера, индивидуально, и как-то осуждать, не знаю, не вижу повода. Ну, вот, да, говоря о ответстве федерации футбола, мягко говоря, тоже непростой, и этот год, и прошлый был для федерации, как это, много скандалов было вокруг нее, сейчас, как-то вот, были вот эти скандалы громкие, потом вроде как поутихло немножко, сейчас, если какие-то там, известны, может быть, вам какие-то инсайды, по поводу того, насколько они уже отошли от этого всего и готовы продолжать работу свою обычную? Ну, в принципе, инсайдов никаких особенно нету, наконец-то, как я говорил, наконец-то тишина оттуда, потому что должны говорить о футболе, о сборной, о командах, игроках, футболистах и так далее, а не конгрессах, и кто, кого подслушал разговор, и кто с кем общается, и кто, кого не уважает и так далее, по крайней мере, оттуда тихо, работа, ну, как бы, на первый взгляд, я не углубляюсь в эти дела, я не особо, во-первых, не особо интересно, во-вторых, не особо понимаю, не вижу смысла в этом разбираться, но там новости позитивные, доносятся, допустим, Лепо сейчас вроде как договорились в следующем году построят сотрудничество с Лепой с городской думой, федерация построит надувной холл, что оно, в принципе, то, что я говорил до этого, инфраструктура у нас, ну, катастрофически, мы отстаем, наверное, только литовцы с нами на одном уровне по инфраструктуре футбола, и то при этом у них два хороших манежа, все-таки климат у нас не самый теплый, и это очень важно именно для детей, юнош, чтобы круглый год была возможность заниматься, так что тяжело мне ответить про федерацию, про какие-то инсайды работают, и надеюсь, что там в ближайшее время никаких потрясений не будет. Не предвидится, да. Хотелось, да, еще, конечно, кроме там общих футбольных вопросов поговорить с вами и о том, конкретно чем вы занимаетесь, ну, наверное, такой, немножко назад, если откатиться, когда завершили карьеру, ну, сравнительно недавно, понятное дело, что у футболистов, у них, ну, не так много есть возможностей, что потом делать в жизни, потому что, я имею в виду, вещи не связанных с футболом, потому что, ну, есть какая-то определенная, можно пойти в тренера, можно пойти там в чиновники, в функционеры, и вот недавно тоже появилось это как бы течение, когда футболисты уходят вот в журналистику или в блогинг, связанный с футболом, вот почему вы именно вот туда решили попробовать себя? Тяжело ответить на этот вопрос однозначно, как-то нет ответа, закончил футбол играть, дал себе время подумать, проанализировать, еще что-то, там пробовал, не то, что пробовал, можно сказать, заполнял свои дни учебы на тренерские курсы, закончил курсы, ну, категории отца, потом в один день как-то все время надо говорить про жену, хорошо заставляет, жена, это была идея жены, что попробовать, я попробовал первый раз, вообще на телефон все это сделал, был хороший отклик, ну, так и пошло, самому понравился такой творческий процесс, где, в принципе, все, наверное, зависит от тебя, интересно. А насколько, я посмотрел, у вас, если не ошибаюсь, чуть там, больше двух тысяч подписчиков, что, ну, учитывая достаточно специфическую... Больше трех, больше трех. А, извините, значит, я уже промахнулся. Больше трех тысяч. Учитывая, ну, мне кажется, что, так как тема латвийского футбола, это очень специфично, это, наверное, неплохие цифры, но, в целом, в плане, вот, именно таких просмотров, подписчиков, насколько удачно вы оцениваете свою деятельность. Конечно, я думаю, это не только со спортом связано, в принципе, у нас рынок всего маленький, и когда ты смотришь условного Савина, Красаву, где есть миллион, или Дудя, ну, и потом смотришь свои цифры, то плакать хочется, но потом, ну, когда ты не знаешь реалии, я мало, до этого, когда я играл, мало, как сказать, потреблял наш местный контент, я не знал ни передач, в принципе, там только, ну, попадалось что-то про футбол, в принципе, их не было, наверное, даже так, скажем, были ребята со спорта центра, что делали, но это больше было на телевидении, и когда я поговорил с людьми, там, которые, когда посмотрел другие цифры, других тех же хоккейных передач баскетбольных, то, в принципе, это очень хорошие цифры, и можно быть довольным, но, конечно, хочется лучше, поэтому этот проект, который вместе с друзьями из Бэтсейф, именно Бэтсейф тоже Прибалтика, который контент на русском языке, где я стараюсь рассказывать о эстонских, литовских, их пока не было в связи, опять же, с этой пандемией, не только о футболе, там уже чуть побольше идет, там в гостях был и хоккеист КХЛ Гимаев, то есть есть надежда, что эти цифры вырастут. Ну, то есть идет такое направление расширять, сделать его общеспортивным, общебалтийским, и таким образом расширить публику. Да, именно так. А с тренерством как совсем завязали, или все-таки есть шанс, что когда-нибудь вы вернете? Я не знаю, это очень тяжелая работа, в принципе, именно с детьми, если, ну, как бы, никто тебе сразу не даст тренировать условную ригу, нужно пройти длинный путь, и там, но надо быть фанатиком, это, мне кажется, такая, ты должен уже знать с самого детства, чуть ли не что-то, или когда ты, хотя бы, когда ты заканчиваешь карьеру, у меня никогда не было такого, что я хочу стать тренером, это слишком, слишком нервное, слишком тяжелое, слишком многое зависит не от тебя, работа, плюс, если трезво смотреть, ну, кроме Старкова, никто даже за границей толком не поработал, и это такое, ну... А, кстати, а с чем это связано, по вашему мнению, что наши тренеры как-то так не хотят или не могут, не очень понятно почему? Я думаю, могут кто-то обидеться, во-первых, это, наверное, все уровень, я не скажу, что вообще там недосягаемый, но, мне кажется, тренеру попасть это еще сложнее, чем футболисту, потому что тренеры, это обычно там и агенты, и спортивные директора, и, ну, я не вижу причины, с какого перепугу должен, не знаю, какой-нибудь английский клуб взять латвийского тренера, но если только ты не Мариан Пахарь, которого тебя, которого знают, условно, в Саутгемптоне, и как... Ну, вот так сразу на английскую лигу, это, конечно, на несколько разрядов скачок вперед, но начать там с какой-нибудь, может быть, в Австрии, в Польше, с клубами не первой величины, и так потихоньку, потихоньку расти, пытаться. Я не знаю, тяжело, я говорю, тяжело ответить, почему надо кому-то в Польше, условно, брать латвийского тренера. Ну, работали, мне кажется, в Литве и Эстонии, может быть, где-то в Скандинавии там был, да, литовский и латвийский тренеры в прошлом году в Швеции. Такой, своеобразный рынок, где очень много зависит от агентов и спортивных директоров. А вот, если сравнивать, ну, у вас карьера была длинная, там, с 2000, с начала 2000-х, там, 2001-2002-х годы, и до, вот, до сейчас, когда вы уже вне футбола, как игрок, находитесь, много говорится о изменениях, которые произошли за это время, потому что, если там, посмотреть на рынок трансферов, насколько он вырос и в ценовом плане, и в плане масштабов, и так далее, выросло влияние агентов, и все вот эти прочие околофутбольные вещи. Если сравнивать сейчас и начало вашей карьеры, какие вот основные изменения вы могли бы назвать, и как вы вообще их оцениваете, тот же ВАР, который пришел, например, на стадион многих стран? Ну, про ВАР у меня до сих пор я не могу понять, я за или против, потому что так все равно решают люди, и все равно мы видим, что ВАР ошибается, и если говорить про... Вроде да, как бы много-много, там, не знаю, незасчитанных голов или засчитанных неправильных голов отменяется или присуждается, вроде как это более честная игра становится, но футбол-то был, есть, любим всеми, король спорта, как я всегда повторяю, потому что все время вокруг него это не только игра, футбол-то не игра, там, 90 минут, а футбол-то до, это игры, разговоры, прогнозы, там, не знаю, после игры, разбор, судья такой-то, судья сякой и все остальное, такая, с этим ВАРом, мне кажется, я так думал, что с приходом ВАРа это что-то мы потеряем эту прелесть вокруг футбола, но я вижу, что и ВАР обсуждают еще больше скандалов, больше разговоров. Но его еще пока учатся применять там, мне кажется, в этом проблема, потому что мне до сих пор все еще непонятно, почему нельзя все моменты смотреть на ВАР и говорить судье по наушнику решение сверху. Я думаю, я тоже, я не вникал там в эти правила, я думаю, что это и так много есть противников того, что, ну, как бы, паузы большие и растягивается игра, это не там, чтобы никто не думал, это не думают про вас или про меня как зрителя, это все связано с трансляциями, все-таки там у телевидения есть эти так называемые... В хоккее же как-то существует уже много лет с видеонаблюдением, с какими-то автоматическими механическими рефери и так далее. Вы много видели, чтобы смотрели видео, но это в хоккее, я думаю, что нельзя сравнить с футболом. В футболе на данный момент намного раз, больше раз смотрят моменты, чем в хоккее. В баскетболе, да, в баскетболе сейчас это очень популярно, в последние там пять минут каждую атаку пересматривают, но не знаю, а если сравнить, то мне главное, что кажется, что игра стала быстрее, атлетичнее и размеры футболистов растут. Ну, в прямом смысле, да, сейчас все становятся больше, сильнее, мощнее, быстрее. Я думаю, это не только футбол, это все виды спорта. Я скорее, когда спрашивал про разницу, я скорее имел в виду, может быть, такой околофутбольный мир, ну, то есть, понятное дело, когда мы говорим про большие рынки, там, условные мины Райола и прочее, прочее, это их влияние много обсуждается. В Латвии есть ли что-то похожее? Или все-таки наш футбольный рынок, он не настолько большой, чтобы привлекать такого рода проблемы? Ух, я, если честно, не понимаю, про какие проблемы в связи с Райолой вы говорите. условные там, агенты приходят и говорят, спорят с клубом по зарплатам, пытаются, пробивают какие-то контракты, и потом из-за этого клуб находится там чуть ли не в должниках у игрока? Не, ну, понятно, что все это есть, но нельзя сравнивать, то есть, объемы, цифры и так далее. Понятно, что футбол становится более таким, более, наверное, бизнесом, бизнесом, да, так правильно будет сказать. Там, когда я начинал, там половина команд в принципе любительские были, где ни контрактов, ничего не было, и там перейти с команды в команду не было проблем, сейчас у всех есть контракты, понятно, контракты разные бывают, и цифры разные, но все становится более организованно, потому что все понимают, что если без контракта ты можешь потерять игрока, ну, то есть, он уйдет бесплатно, и все. То есть, все становится более, более профессионально. Уже подходит к концу наше интервью, наверное, такой уже последний, завершающий вопрос, мы много говорили про предыдущий сезон, там, про прошлое, сейчас в декабре, смотря на сезон 2021 года, именно вот, если латвийский брать, если, или может быть, там на ближайшее будущее, несколько лет, если у вас какие-то прогнозы или надежды на то, что будет с футболом в Латвии в ближайшее будущее, может быть, у вас есть предсказания, как пройдет, сохранит ли Рига ФЦ свой титул, или в этом году все-таки кто-то им навяжет более усиленную борьбу, РФС, РФС, поднимутся еще ближе? Во-первых, хотелось бы, чтобы вот эта вся вирусная история закончилась как можно быстрее, чтобы и... Все мы помним, как в этом году было, когда в марте должны начинать футбол играть, и проблемы с вирусом, и пока все цифры, все тенденции говорят, что я думаю, что и в 2021 году весной будут проблемы. Хотелось бы, чтобы этих проблем не было, и спокойно, если уж не со зрителями, то без зрителей футбол начался бы, и без проблем провели бы сезон 2021 года. Вторая вещь, я все-таки очень повторяю, что сборная это лицо, лицо не только футбола латвийского, но и государства, к сожалению, у нас, наверное, многие так не считают, и понятно, что футбол сам где-то виноват, в отсутствии результатов, но я буду считать всегда, что футбольная сборная это престиж, это, ну, в любой стране нормальные знают про футбол, и многие говорят о футболе, многие вспоминают футболистов из Латвии прошлых лет, поэтому футбол это одна из самых важных вещей, вот именно репрезентативных, скажем, в мире, и хотелось бы, чтобы сборная удачно выступила бы, я не говорю там о выходе на чемпионат мира, на данный момент кажется нереальным, но чтобы достойно играла и в плане результата, и в плане содержания, вот, если прогнозировать, то я думаю, что Риги будет тяжелее в следующем году, по той причине, что я говорил, во-первых, непонятная с тренером ситуация, понятно, что будет новый, это всегда нужно время, во-вторых, три футболиста уже мной названных ушли, плюс ушли и Хора, и Дебелка, то есть, если там не самые главные лидеры, то игроки, которые, ну, все-таки влияли на результаты команды, это, по сути, можно сказать, что, наверное, будет строиться новая команда, это всегда надо время, а РФШ на данный момент, как выглядит, никого из лидеров не потеряла, наверное, только Иковниекс попрощался, в принципе, и подписали того же Стуглиса с Риги, и лучшего игрока Венсполса, бразильца Вилелу, то есть, усилились, и тренер остается, тренер уже знает команду, я думаю, что РФШ, плюс Лепа, нельзя забывать про Лепу, которая тоже последние полгода провела очень круто, фантастические результаты, кубок выиграла, и всех в принципе лидеров сохранили, я думаю, что ожидает очень интересный сезон, но до него еще, к сожалению, очень долго, так что главное сейчас не болеть и быть здоровым. Спасибо большое, прекрасное пожелание в конце, действительно, не болеть, быть здоровыми и надеяться на то, что футбол вернется в полном объеме, у нас на прямой связи сегодня был бывший футболист сборной Латвии, неоднократный чемпион Латвии по футболу, ныне видеоблогер Юрий Жигаев, программу «Разворот» для вас провел Артем Липин, за звукорежиссерским пультом был Евгений Копеин, спасибо, что слушали, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok